Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политбюро. Андрей Золотарев, политтехнолог, политический эксперт. Заседаем мы вместе сегодня для вас. Андрей, здравствуйте. Добрый день, доброго вам здоровья. Как раз о здоровье. Увы, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству смертей от коронавируса. Власть придумывает все новые и новые способы. По их логике, которые, возможно, приостановили бы распространение коронавируса в нашей стране, ранее было объявлено, что для педагогов и чиновников вакцинация станет обязательной. А теперь приняли решение, что с 21 октября, когда мы перемещаемся территорией Украины между городами, нужно иметь при себе либо же сертификат о полной вакцинации, либо ПЦР-тест. Также ряд телеграм-каналов сообщают о том, что в Одесской области или же недалеко от Одессы уже установлены специальные такие блокпосты, где будут останавливать машины, проверять водителей, пассажиров, есть ли у них эти документы. Знаете, я сейчас задам вопрос не в тональности, допустим, ведущего, а в тональности наших зрителей, которые нас смотрят и ощущают на себе всю эту ситуацию. Скажите, что это за дичь у нас происходит? Вам слово. Все очень просто. Как правило, беспомощность перед перспективой очередной ковидной волны, которая может довернуться, рискует привести к катастрофе, это компенсируется полицейскими и административными мерами. Беспомощность перекрывается, как говорится, полицейскими и административными ограничениями. Вот это одна из гримас той самой новой нормальности, о которой я говорил год назад. Увы, ожидание того, что к марте 2021 года с ковидом все закончится, очевидно, что это не так, что, собственно, этот сериал может оказаться долгоиграющим. Другое дело в том, что многие пеняют, вот, дескать, там, в Израиле тоже болеют. Я часто приводил пример Израиля, ну, там почти все поголовно вакцинированы, там тоже болеют. Но в семимиллионном Израиле за вчерашний, там, позавчерашний день смерти и ноль, а в Украине за вчера, по-моему, 400, по 400 человек, умерших от ковида. Вот и все, что надо знать. Другое дело в том, что страна с разваленной, дореформированной санитаркой, с управленной системой медицины, она не в состоянии справиться с такого рода вызовами. Понятно, что в этой ситуации страны куда более авторитарны и менее демократичны, такие, как Китай или Россия, ну, там все проще. Ну, и наши, собственно, если брать даже страны, считающиеся цивилизованными, взять тоже Австралию, взять тоже Испанию или Италию, там тоже очень жесткие ковидные ограничения. Но вейкол власти всегда одна. То есть, ну, беспомощность, она компенсируется вот такой симуляцией деятельности через полицейские ограничительные и штрафные меры. Ну, да, та самая новая нормальность, о которой еще год назад мы предупреждали. Андрей, вчера во Львове состоялся футбольный матч. Украина играла с Боснией и Герцеговиной. Мы знаем, что довольно-таки непростая ситуация во Львове с распространением коронавируса. И даже шла речь якобы о переносе этого футбольного матча в Киев, потому что Львов фактически одной ногой в красной зоне. Но было принято абсолютно политическое, не медицинское решение дать провести этот футбольный поединок при условии того, что будет присутствовать не 34 тысячи людей на матче, столько вмещает арена Львов, а 24 тысячи, то есть минус 10 тысяч. И было такое нововведение, что болельщики, которые хотят посмотреть вживую этот матч, должны предоставить либо же сертификат у полной вакцинации, либо вот этот тест, ПЦР-тест. И вы знаете, вот когда мы так же, ну, я как футбольный болельщик смотрю там другие поединки, хотя бы там какие-то обзоры, матчи, которые происходят в других европейских государствах, то на трибунах, ну, люди сидят без масок, социальной дистанции никакой нет. То есть надо провести матч, ну, хорошо, мы повременим с вот этой зоной, там, ведем ее на следующий день. Но это все как-то дико, понимаете, вот эта вся, ну, ситуация, которая происходит, якобы это в первую очередь касается здоровья людей, но фактически о медицине, о здоровье речь не идет. Тут какая-то банальная, дешевая, не знаю, политика, не политика, экономика. Вот объясните, пожалуйста. Знаете, ну, да, действительно, политическая целесообразность перевешивает все. Ну, как год назад, допустим, осенью, накануне выборов, ничтоже сумняшися, проводили дни города, собирали сотни тысяч, естественно, без всяких масок, без ничего. Ну, а потом делали вид, что, как говорится, мы тут не при делах, ну, когда пошел осенний всплеск коронавируса. Ну, осенью-то как раз ситуация была более не менее, сейчас вроде бы штамп более агрессивный и, собственно, бьет уже не только там по старшим возрастным группам, но и по молодежи, по детям. Но дело в том, что вот такого рода мероприятие, когда, да, действительно, десятки тысяч в одном месте, без соблюдения дистанции, без масок, все это работает на руку, там, сторонникам конспирологических теорий, о том, что ковида нет и так далее, и обнуляют всю какую-то информационную работу, там, объясняющую, там, необходимость вакцинации. Знаете, как раз для Украины, ну, по-моему, сколько там, и Ляшко обещал 10 миллионов вакцинировать до конца года. По-моему, с этим планом, несмотря на то, что уже и вакцины есть, не получается. Ибо мы страна, в которой все друг друга обманывают. Власть народ, народ власть. Увы, это так. Да, в результате никто никому не верит. 53% украинцев не собираются вакцинироваться ни Файзером, ни российским спутником, ни американским модерном. Вакцины, да, Андрей. Вот я хотел бы, чтобы мы еще раз увидели вот эту табличку, которую демонстрируют режиссеры трансляции, вот тех показателей, которые есть на день сегодняшний, и показатели годичной давности. То есть они примерно похожи. Вот осень, точнее октябрь 2020 и октябрь 2021 года. То есть, по сути, да, сейчас мы переживаем, как и в прошлом году, непростую ситуацию. Я хотел бы обратить также и ваше внимание, и внимание наших зрителей на заявление заместительницы Кличко, которая сказала, что Киев находится на пороге локдауна. Если вы хотите избежать локдауна, нам нужно пройти вот эту массовую вакцинацию. Я понимаю, что власть любая, если же мы говорим про украинские реалии, держит людей за идиотов. Но есть же довольно-таки показательный пример Израиля, когда там фактически поголовно всех вакцинировали. Но не стоит никакого труда зайти в Google и посмотреть там статистику, что вакцинация все равно не помогает избежать коронавируса и вакцинированные люди. Они также болеют коронавирусом, это уже всем понятно, только, возможно, госпожа Старостенко это еще не понимает в силу своего какого-то определенного интеллектуального развития или недоразвития, простите уж за эмоции. Но все же просто о людях не думают. Вот это обидно. Знаете, как задержаву-то обидно, но сейчас обидно не столько задержаву, а обидно за людей. Знаете, как раз я приводил пример Израиля. Да, болеют, в том числе и тяжелые, но летальность практически сведена. В отличие от тех, кто не вакцинирован, тех, кто обладает хроническими заболеваниями. Ну, в остальном случае вакцины, которые до конца не исследованы. Ну, судя по экспертному мнению и мнению медиков, которым я доверяю, ну, они больше доверяют коронавирусу китайскому. В силу того, что нам, и да, им понятен механизм действия этой вакцины. То есть, понятно, какие там могут быть побочные эффекты. Pfizer, Moderna, это все новые, принципиально новые вакцины, механизмы действия и побочные эффекты, которые до конца не изучены. Вот, точка. Я вам скажу следующее. Мой хороший приятель, общающийся с некоторыми депутатами от политической партии, слуга народа, интересовался мнением касательно вакцины. Хотите, верьте, хотите, нет. Этой информации можно доверять, можно не доверять. Но все же, Максим Степанов еще в должности министра здравоохранения советовал депутатам от Верховной Рады, ну, своим же депутатам, скажем так, представителям президентской партии, советовал вакцинироваться именно коронаваком. Информация не на правах рекламы. Информация так просто, принять к размышлению. Ну, и мой круг общения среди медиков придерживается аналогичной точки зрения. То есть, ну, вполне логичная и понятная позиция. То есть, да, у нее эффективность ниже, да, коронавирус чаще пробивает коронавак, чем Pfizer, но в плане последствий, в плане механизма действия там все понятно. Это извинчено. Хорошо, это не единая тема, о которой с вами хотели бы сегодня поговорить в рамках нашего заседания. Медведчук и Труханов сядут, не сядут, откупятся, не откупятся. Какие сценарии существуют? Может, вообще куда-то они уедут в другие страны, их отпустят и вообще забудем о них? Нет, ну, ситуация с Медведчуком, по-моему, тут все прозрачно. Как бы сам по себе он неинтересен. То есть, интересно, чтобы он сдал Порошенко. И он оказывается перед очень непростым, скорее, морально-этическим выбором. С одной стороны, репутация человека слова, там, человека, на которого можно положиться. С другой стороны, свобода и личная безопасность его и семьи. Ну, вот в этой ситуации ему предстоит решать. Мне кажется, Порошенко он не сдаст и в тюрьму не сядет. Вот, это мой личный вывод. Ибо, если бы хотели посадить, я думаю, вы бы посадили. Что касается, ну, понятно, бьют по Порошенко, потому что, ну, связка Медведчук-Порошенко совершенно очевидна. И она является и токсичной для одного, и для второго. Но для Медведчука куда в меньшей степени. То есть, его сторонники, то, что уголь там покупался, там возились машины с кэшем, уголь покупался. Там, ну, это воспринимают нормально. Даже, скорее, в плюс. А вот у Петра Алексеевича, ну, чемпиона по патриотической риторике и чемпиона по политическому лицедейству и лицемерию, ну, собственно, у его сторонников возникает когнитивный диссонанс. Острый когнитивный диссонанс, когда всплывает то, что фактически он зажег свет. И мы понимаем, кто мог зажечь свет. И СБУ, и Нацбанк, чтобы там за уголек, там, через блок просты, на неконтролируемую территорию ездили машины с наличкой. Андрей, а вот скажите-ка мне, пожалуйста, почему не взять и не сдать Петра Порошенко с потрохами? Ну, есть определенные принципы, есть репутация человека, с которым можно иметь дело. Собственно, ну, как бы это, еще раз подчеркиваю, это морально-этический выбор. Потому что, да, с точки зрения, это был вариант, пойди по пути наименьшего сопротивления. Да, и тогда, действительно, адвокаты, опираясь на то, что в 2014 году Медведчук не имел никакого формального статуса. Ну, договариваться же, разговаривать не запрещено. Вот, во всяком случае, его, ну, с почти стопроцентной вероятностью, его бы вывели из дела, ну, со статусом свидетеля. Хорошо, а насколько определяющим может быть наличие, либо же отсутствие вот этого формального статуса? Ну, у нас как раз, знаете, иногда люди, не обладающие формальным статусом, обладают куда большей реальной власти. Ну, такие серые кардиналы, да. Да, нашего глубинного хуторка. Да, интересен наш глубинный хуторок. Чем дальше, тем страшнее. Да, по Труханову там не все так просто, как пытаются подать. Там часть, там, сторонники Труханова считают, что это заказ Кивана. Одна на Кивана, хозяина которого. Другие говорят о том, что это, дескать, банковая загоняет одесского градоначальника. Третий о том, что Саакашвили еще, ну, когда он пока пребывал в Киеве на свободе, там, организовал проблемы Труханова. Ведь с одесской спецификой он уже успел познакомиться, когда губернаторствовал. И, собственно, в Южной Пальмире осталось немало аффилированных с ним людей. Но, знаете, какой-то толика истины есть в каждой из версий. Но, как мне представляется, банковая отнюдь сейчас не до Труханова. Другое дело то, что банковая наверняка попытается воспользоваться ситуацией и поставить ИО мэра Сегрегорсовета Игоря Коваля. Ну, это 100%. Но, как говорится, крутить интригу, ну, как и в случае с запорожским мэром, первопричиной являются местные расклады и проблемы. Андрей, огромное вам спасибо за участие в этом заседании Политбюро. Андрей Золотарев, политехнолог, политический эксперт специально для Политбюро. Всего доброго, здоровья. Продолжение следует...